Сегодня я хочу с вами поделиться своей очередной бюджетной, очень классной находкой. Поговорим конкретно о наборе для глаз. Сейчас я вам расскажу, что это за набор. Если вас интересует более такой универсальный, там где есть и кисти, и для глаз, и для лица, я вам оставлю ссылку. Там я по этой ссылке, в этом видео, тестирую огромное количество наборов, именно бюджетных кистей. И каждый перебираю, что в нем хорошо, что плохо. В общем-то, после просмотра этого видео, я думаю, вы точно определитесь, какой набор вам подходит, и подходит ли вообще хоть один из них. Что касается этого набора, то это исключительно набор для глаз. И вот именно кисти для глаз, на мой взгляд, в бюджетном сегменте найти сложнее всего, потому что кисти для лица, я, например, в последнее время использую часто именно бюджетные. Это как раз вот эти вот кисти до колор, вы их часто видите в кадре. Ну, не то, что часто, я их каждый раз использую в кадре. Эту для бронзера, эту кисть я постоянно использую для хайлайтера. Отличные кисти, очень дешево стоят. Но что касается кистей для глаз, опять-таки, в кадре вы постоянно видите Зоева, Хакухода. Это те кисти, которые, вот, я не знаю, их практически невозможно заменить. И сколько я не пробовала разных наборов. И что касается того видео, на которое я вам ссылку оставила, там тоже именно кисти для глаз я там не жалую абсолютно. Но вот, наконец-то, наконец-то мне попался набор, который я вот без преувеличения могу назвать самым лучшим, который я только пробовала на текущий момент среди бюджетных. Это набор от марки Доколор и сделан он совместно с блогером, которого зовут Адьель Казана. И может быть из-за того, что как раз-таки эта коллаборация с блогером получился такой удачный набор, потому что блогеры все-таки знают, какие кисти хорошо работают. Вот упаковка внешняя выглядит вот так вот. И я, когда только увидела этот набор на сайте Доколор, я сразу поняла, что именно его я и хочу. Потому что максимальное количество кистей здесь, и здесь в наборе 10 кистей из натурального ворса. И если вы не впервые на моем канале, вы знаете, что я рекомендую кисти для глаз исключительно из натурального ворса. Потому что ни одна синтетика классно, ну вернее так классно, как натуральный хороший ворс, не наносит и не растушевывает тени. Очень скоро мы перейдем к разбору каждой кисти по отдельности. Я их сравню и с Зоева, и с Хакухода, с теми кистями, которые у меня есть. Сразу скажу, эти кисти, естественно, я не могу сказать, что они, знаете, переплюнули Зоева или переплюнули Хакухода. Нет, в этих кистях все равно есть определенные минусы. И что касается вот именно мягкости ворса и вот прям уровня Хакухода и Зоева, то, конечно, они не дотягивают. Но вот стоимость этого набора 30 долларов. Если вы можете потратить только максимум 30 долларов и просто ни копейки больше, то вот это, наверное, самое лучшее, что вы можете купить. Если вы можете потратить 55 долларов или 85 долларов на набор кистей для глаз, то лучше тогда купите Зоева. Потому что маленький набор Зоева из 6 кистей для глаз стоит 55 долларов, а уже такой расширенный набор, да и даже не только для глаз, а более такой расширенный набор, стоит как раз-таки где-то порядка 85 долларов. Если вы можете потратить эти деньги, 100% тратите на Зоева. Если же нет и вам нужно ограничиться максимально каким-то узким бюджетом, то вот это, наверное, 30 долларов, это, наверное, самое лучшее, что вы можете найти за эти деньги. В этом наборе целых 7 кистей из натурального ворса. Причем 6 из них это ворс Козы и одна, вот эта самая малюсенькая, это ворс Пони. Здесь очень много кистей, кстати, для растушевки теней. Целых 5 кистей вы здесь найдете. Самая универсальная среди них, это, у них, кстати, номеров никаких нет, к сожалению, это вот эта, которая, можно сказать, является полным аналогом той же Зоева 227 кисти, или Sigma E25, или Mag 217, вот это вот такая вот универсальная растушевочная кисть. Что касается ее мягкости, я вам обязательно в макро покажу. Обращайте внимание на кончик самого ворса, потому что чем отличается хорошая кисть из натурального ворса от плохой, это как раз-таки кончиком ворса, потому что если ворс видно вот срезан, и у него вот такой тупой край, это значит, что кисть 100% будет очень жесткая, и она будет плохо тушевать. Если вы видите, что кончики кисти не были вот так вот наглым образом срезаны, это говорит о том, что либо этот ворс смешан с синтетикой, как, например, вот Зоева, они свой натуральный ворс смешивают вместе с синтетикой, и из-за этого кисть получается еще мягче, чем если бы она просто была полностью из натурального ворса, и также она форму держит лучше, потому что синтетика не так убивается, как натуральный ворс. Что касается вот этой кисти Доколор, я не могу назвать ее прям полным аналогом Зоева. Зоева все-таки чуточку может быть мягче, и Сигма тоже чуточку мягче, но вот это, это просто максимально близко к Зоева и к Сигма из всего, что я только перепробовала. Это тоже очень мягкий ворс, тоже очень хорошо эта кисть тушует, она не распадается, не разлезается, я весь этот набор за кадром тестировала где-то, наверное, с месяц точно, я постоянно наносила, растушевывала тени только этими кистями для того, чтобы максимально их протестировать во всех условиях, скажем так. Дальше хочу вам показать две достаточно похожие между собой кисти, я считаю, что в принципе можно было в наборе оставить одну из них, потому что они по факту выполняют одинаковые функции, опять-таки у меня вот есть точно такая же, грубо говоря, кисть от Сигма, это Сигма Е40, сейчас, кстати, Сигма изменили свои кисти, они тоже начали делать из синтетики, поэтому то, что я вам показываю, к сожалению, уже купить нельзя, потому что Сигма перестали делать свои кисти из натурального ворса, что очень печально, но тем не менее, вот они практически один в один, если в белом ворсе еще разница есть, то здесь вот просто вообще ноль разницы. Их для чего в целом можно использовать? Если у вас достаточно большие глаза, вы можете использовать это как растушевку, для меня, как для растушевочной кисти, это слишком большой формат, поэтому я обожаю просто использовать эту кисть, вот так вот поверх границы тени, если она у меня образовалась, и вот просто я вот стираю абсолютно все, перетушевываю все оттенки между собой, очень классно она работает, и вот это работает аналогично, то есть вот так вот под бровью, грубо говоря, мне пару раз пройтись, все растушевать, если где-то какие-то границы у меня были в тушевке вот этой вот предыдущей кистью, то вот это просто все стирает, максимально чистой делает тушевку. Также в наборе еще есть две абсолютно миниатюрных растушевочных кисти, опять-таки это классные варианты, если, например, у вас там глаза поменьше, или там совсем небольшого размера, и также для какой-то очень деликатной тушевки, то есть вот где-то в уголке глаза, если нужно подтушевать, я как раз-таки для этих целей и использую эти кисти. Вот эти кисти, особенно вот самая маленькая, она, к сожалению, самая жесткая, вот здесь вот проглядывается вот такой вот топорно-срезанный ворс, что касается вот этой, тоже очень удобно, особенно я ее полюбила, когда у меня вот сегодня макияж очень такой нейтральный, но если бы я захотела, например, добавить какого-то ярко-оранжевого оттенка, где-то вот слегка вот по середине тушевки, вот я бы как раз взяла вот эту кисть, потому что она достаточно мягкая для того, чтобы она не поставила пятно, и она при этом очень маленькая, что она нанесет как раз-таки между вот этими вот двумя оттенками, там более темным и каким-то транзитным, и она создався вот дополнительный какой-то эффект. Сначала, когда я начала пользоваться вот этой кистью, она предназначена вроде бы как для того, чтобы наносить тени на веко, но здесь она меня очень быстро разочаровала, я поняла, что она мне не нравится. У хокухода все же более такая правильная форма, она более гладенькая, такая нетопорщица в разные стороны, но потом по счастливой случайности у меня, по-моему, закончились кисти для нижнего века чистые, и я взяла эту, чтобы нанести, и я поняла, насколько круто она делает смоки именно на нижнем веке. Вот то, что она такая более пухлая, как раз-таки в этом случае играет ей на руку, потому что, когда наносишь по нижнему веку тени, она сразу их растушевывает. Что касается вот этой кисти из пони, она мне тоже очень нравится. Эта кисть именно для деликатной такой детальной работы. До появления вот этой кисти я все время пользовалась аналогичной от хокухода. Хокухода до сих пор мне нравится больше, она немножко шире, но в принципе такой вот прям принципиальной разницы глобальной прям нет. И в комплекте остается три синтетические кисти. Одна из них вот такая вот плоская, очень удобная кисть для консилера. Я ее сейчас постоянно тоже использую, когда мне нужно после нанесения яркой помады как-то почистить контур губ для каких-то, я не знаю, для того, чтобы скрыть какие-то недостатки на лице, там, например, прыщик какой-то скрыть, тоже очень удобная эта кисть. Но, честно говоря, я бы, наверное, может быть, ее бы еще в наборе оставила, но вот эту я бы точно заменила на какую-то по типу вот такой вот кисти, потому что вот такой все-таки не хватает в этом наборе очень сильно. Вот эта кисть, откровенно говоря, для меня практически бесполезная. Я знаю, что ей можно делать как бы стрелочку, там можно нижнее веко подводить, но как-то вот она у меня не в ходу. Я вообще такие кисти в целом очень редко использую, поэтому я не могу сказать, что я прям впечатлилась этой кистью. И последняя скошенная, очень важная тоже для набора кисть. Я не могу сказать, что она подойдет для бровей, потому что для бровей она все-таки немножко большая, но для подводки, вот если вы любите скошенные кисти для подводки, она вас, скорее всего, не подведет. Очень неплохая она в маневренности, и размер у нее хороший, она не пухлая, и когда вы ее обмакиваете о какую-то кремовую подводку, у нее ворс, так знаете, как лезвие складывается, поэтому очень тоже удачная кисть. Ну вот и все 10 кистей, на мой взгляд, набор этот получился очень удачным, потому что действительно, что меня впечатлило, что здесь огромное количество кистей из натурального ворса, и они еще и мягкие, то есть в отличие от кистей из Алиэкспресса, с каких-то таких вот тоже дешевых китайских наборов, они действительно мягкие, и их можно сравнить с более дорогими кистями. И 30 долларов за набор, казалось бы, и не так мало, да, если мы говорим о прям совсем бюджетном сегменте, но здесь в наборе 10 кистей, получается, что за каждую кисточку вы платите всего-навсего по 3 доллара. Что касается еще более дешевого сегмента, то, как я уже и говорила неоднократно, я, к сожалению, не нашла такие кисти, за которые действительно можно поручиться, и которые бы стоили еще дешевле. Дизайн тоже у этих кистей обалденный, белая ручка и основание такое из розового золота. Очень красивые, конечно, эти кисти, они совершенно не выглядят дешево, поэтому, если вы были в поисках, то вот вам наводка. Поделитесь этим видео с вашими друзьями, подругами, кому, возможно, нужны хорошие бюджетные кисти. Также подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор еще не подписаны, это можно сделать вот здесь вот. Посмотрите другие мои видео, среди них я вам оставлю то, которое я упоминала в самом начале, и еще какое-нибудь новенькое мое видео, вдруг вы пропустили. А я на этом буду заканчивать, и мы с вами увидимся в следующем моем видео.